МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас вятая служба информации телерадио компании «Гомель». В студии працу Александр Гамоля. Глядите в этом выпуске. Черное золото. В регионе протягиваются пошуки нафты. Знов у школу. Усе установы региона отримали пошпарты готовности до нового навучального года. Трагедия в Будокошелевском районе. Девчонка загинула под колами трактора. Смачно, худко, корыстно. У «Гомеля» на выходных пройдет черговый гастрофестиваль. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Беларусь нафта поширает площу сейсморазведочных работ. Все летоспециалисты проведут доследование на маль 300 квадратных километрах. Гэты покажших самый вяликий за опошние 10 годов. Як ожидається сейсморазведка на практице, журналистам продемонстровали подчас пресс-тура. Дмитрий Котов доведався, як шукають нафту у Калинковицким районе. Сейсморазведка – одно з наебольшей эффективных геофизичных доследований у земной коры, при допомозі якого вылучшаються радович шикарысных выкопнёв. Одна з головных перовах перед іншими методами – вяликий объем отриманной информации. Традиціонно в Беларуси используется взрывной источник. Это, в первую очередь, связано с условиями производства работ. Вибраціонные источники, которые в нашем управлении имеются, они 30-тонные. Их передвижение по такой пересечённой местности, где есть заболоченный лес, не способствует использованию вибраціонных источников. Взрывы – наиболее проверенный, наиболее оптимальный, универсальный источник сейсмических сигналов. Мы его здесь используем успешно. У день специалисты ожитивляють коля 120 выбухов, альбо кажучи науковой мовой физназираннел. Зараз необходно проверить участок у 200 квадратных километров – Савицко-Бавроицкую площу. Для этого треба провести 26 тысяч выбухов, на что спотребится коля 9 месяцев. Полевые работы дозволят отримать полную сейсмичную информацию. И она нокировывается для процелки у белорусский науководоследший и проектный институт нафты. Коли специалисты упыльнятся у яснований родовища нафты, буровая установка заявится тут прикладно про сгод. Мы получаем данные и мы начинаем их обработку. Задача обработки – оставить чистый сигнал, брать все помехи. Это сигнал, который поступил первично. Видите, что здесь нет каких-то особенных законоверностей, а если есть, то они трудно различимы глазом. Вот этот сигнал уже очищен. Технологии белорусских специалистов сегодня запотребованы и не только на территории нашей краины. Полевая сейсморазведка может ожитивляться у самых складанных умовах – у тундры, пустыни, джунглях. И тому попыт на послуги белорусских нафтовиков с каждым годом возрастая. Один из перспективных рынков – Украина. Мы в этом году провели очень большую работу предпроектную. Мы изучили этот рынок, поняли, что на этом рынке это направление очень востребовано. У нас уже есть подписаны действующие три договора с разными компаниями. Есть частные компании, есть с государственными компаниями. И мы с октября месяца там уже должны начать свои первые работы. В настоящий момент это управление готовится к мобилизации и оборудованию персонала для работы именно в Украине. Мы видим, что на этом рынке мы будем востребованы. Свою высокую квалификацию супрацовники «Беларусь-нафты» подтвердили у России, Венесуэли, Инды и Эквадоры. В опошней краине, до речи, отримали бренд «Лепшая сейсмичная партия». До сих недавно приступили до промысловой сдобычи. У ближайшей будущей не тут плануется отримать до 10 миллионов баррелей нафты. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель», Калинковицкий район. Усе школы Гомельской области отримали пашпорты готовности до нового научального года. При этом, коли у одних установах обмежевалися у основным косметичным ремонтом, то у інших провели больше грунтовные работы. Наши корреспонденты упевнилися школы сустрянуть в учнях обновленными. Про цех темы в наступном сюжете. У семьи Шумаковых звездки УЗА Будика Шелевского района подрихтовка до нового научального года практически завершилась. Сын Юра селета пойдет у 7 класс, его сестра Мария у 1. И она уже ведает, лишь бы и литеры хоть слово читать пакуль не может, учим и признается журналистам. «Всякие подделки делали. Подделки делали какие-то. Например, курочку делали. Цыпленка тоже. И еще буквы учила за этот год». Заразу в Будика Шелевском районе створена целая система подрихтовки будущих першоклассников. Мария Чумакова, например, некольки месяцев наведывала у Варовицкий дом творчести, где не только учила литеры, а лей займалася хореографией. А прошла того, подчас весновых и летних каникулу, и она разом с батьками побывала в школе, где познайомилась с будущим наставником. Что ты же с школьных приналежностей и формой, то их не были без проблем. Як девченка, будущая першоклассница, оценила некольки моделей и выбрала тое, что сподобалось. «У нее, конечно, вкус свой есть. Померили один вариант, второй вариант. Она соглашается практически на то, что я со своей стороны ей предложила. Нет такого каприз, чтобы я это не буду, я это не хочу». В этом году в Узовскую среднюю школу пройдусь 11 першоклассников. Подчас минулого навучального года школа литерально переутворилась. В рамках проекта, финансуемого Сусветным банком, тут провели целый комплекс работ. Узмаснили фасад, адрамонтовали столовую, заменили дах, обновили систему отепления. У 1979 годе будынок узвяли усяго за год, але не улечили одну мясовую особливость. Практично уся территория вёске знаходится на былым болоте. За минулый час природа зарабила свою справу и ремонт был вельми потребный. Гэтым летом провели яшые работы по добру упорядкованне. За кошт сродков областного и районного бюджету заменили асфальт на прилеглые территории. А прочатого у рамках программы другасной занятости в установе заменили практически усю меблю. Причым за новыми столами школьники будут учиться яшые под новых подручниках. Наставники кажутся, что теперь яны больше зручные и смястонные. Те учебники, которые я сегодня видела, уже седьмого класса учебники, они, конечно, доработаны. Появилось больше иллюстрации. Они стали более интересными. Задания, которые, к примеру, в учебнике физики, в учебнике математики, они наиболее адаптированы к учащимся. То есть, ну, это на примере Республики Беларусь какие-то задачки. Поэтому радует. Я бы не сказала, что в учебниках много сложного. В учебниках заложена та учебная программа, который тот минимум, который ребенок должен знать. Олесин Цюров, Ольга Коновалова, Евген Макенко, телерадиокомпания «Гомель», Будокошелевский район. До первого веросяня рыхтуются и дорослые, и дети. До помогу в этой приемной, але вельми клопотной справе оказывают шматлики организации и просто неравнодушные люди. У Гомельской области протягивается доброчинная акция «Сберем портфель першокласснику». У долголесским детячим садку в середней школе портфели с полным набором приналежностей уручили восьми хлопчикам и дзялчинкам, які все лет останутся першоклассниками. Новенькие и яркие ранцы дети отрымали в аурочистой обстановце. Гэтая прыгожая и корыстная подарунки для их подрыхтовали представники Гомельского районного объединения профсоюзов, районной организации Белорусского союза жанчин и структурных подразделений Ураевы Конкама. Организаторы так само пропоновали детям культурно-забавляльную программу. Их чекали цикавые гульни, конкурсы, танцевальный флешмоб. На Гомельщине доброчинная акция «Сберем портфель першокласснику» ладится, что год. Яна Дороть радость сотням дятей и одночасово оказывая значную подрымку у их школьной экипировцы-батькам. Эту акцию в этом году поддержали все структурные подразделения райисполкома, предприятия, организации, учреждения района, профсоюзные, общественные организации, индивидуальные предприниматели даже подключились и, конечно же, просто безразличные люди. Я думаю, что благодаря всей этой поддержке наши дети, мальчики и девочки пойдут 1 сентября в полной экипировке в школу и, конечно же, будут радовать нас своими оценками. Близкое светло фар обовязково. С 25-го жнивня до и будет проводить акцию «Увага, дети». Мы это попереджение ДТЗ за делом неполнолетних, притягнение уваги водителям, батьков и педагогов до проблемы детячего дорожного травматизма. Автомобилистам рекомендуется быть особливо уважливыми при проезде пешеходных переходов и коля навучальных установ. Комплекс мероприемств протягнется до 5-го вирусня. Дорожная трагедия отбылась учора в Будок-Кошалевском районе. Увечера у поселка Широкая 32-годовый водитель трактора «Амкадор» здесь с ним наезд на 14-годовую девчонку пешехода, которая рухалась в сустречном направлении по левой обочине. У вынеку ДТЗ девчонка загинула на место здарения. По факте гибели детяти узбуджена криминальная справа. Потанчить и смачно поесть можно будет в неделю коля цирка. У Гомеля 27-го жнивня пройдет другой гастрофестиваль «Городская ежа». Повары ресторанов и кафе знов будут зделять своими кулинарными талентами. Так само в программе рамесный арт-маркет, майстер-классы и выступлений диджеев. А кроме того, отбудется презентация танцевальных студий города. Репертуар от сальсы до брейк-данса. Гэта и иншая новины вы можете знайсти на нашем сайте. У интернете по адресе www.tvrgomil.by. Далее у эфиры «Спортивный агляд». З новинами спорту вас познайомить. Максим Савин.